Кирпичик за кирпичиком и Богоявленский храм потихоньку начинает возвращать былое величие. Этот период возрождения храма особенный. Работа по восстановлению святыни не прекращалась даже зимой. Сделаны полы, отремонтированы разрушенные своды в трапезной и алтарной части. Благодаря помощи благотворителей сделано, казалось бы, невозможное. Первый раз в этом сезоне собрались на субботник этой весной. Приехало не очень много людей, но приступили к работе, посмотреть то, что сделано за эту зиму. Сделано, конечно, очень много, свод восстановлен, сейчас никакая влага не проникает в храм. Сделали полы, которые сейчас можете видеть, как все красиво, и свет так красиво все падает. Радостно смотреть на все это, видите, лестница, что сделано. Ну, впереди, кажется, еще много работы, надо, чтобы все подсохло, и тогда можно будет сделать штукатурку. На помощь в реставрации приехали мастера с опытом консервации старинных каменных храмов из Чувашии. Найти их, к слову, было нелегко. Они даже восстановили лестницу, по которой можно подняться наверх. Мы приехали с Чувашии, с Канадского района. Андрей, Николай приехали устанавливать храм в коме, в деревне Ляли. Храм Богоявления. Мы в эти дни занимались реставрацией потолка. До этого времени мы восстанавливали храм в коме, в Сосногорске. Объем работ огромный. Десятки кубометров доски, несколько тысяч штук кирпича. Но с волонтерами и тяжелая работа спорится. На помощь сюда съезжаются неравнодушные люди со всей округи. Сегодня мы занимались доски таскали, очищали территорию от кирпичей, от досок. Складывали доски, чтобы потом пришли рабочие, которые делают все это дело. Чтобы было место и материал, чтобы кирпичи были и доски были. Чтобы всем этим заниматься, восстанавливать. Преобразился храм, полы постелили, потихоньку преображается. Время работы много, как говорил отец Владимир, но еще потихоньку все восстановится. Я верю в это. Продолжаем уже многолетнюю такую традицию. Помощь в восстановлении храма. Сегодня погода этому способствует. И вот мы сегодня собрались, пусть не таким большим коллективом, но сегодня очень мы дружненько поработали. Разбираем доски, разбираем хлам. Всякие разные, что после каменчиков осталось. Наводим порядок. Радостно от того, что уже и полы на втором этаже, и душа радуется, глядя, что все-таки продвигается и продвигается работа достаточно успешными и быстрыми темпами. Призываю всех принять участие в этом субботнике. Не только в этом субботнике еще будут. Работы очень много, но храм восстанавливается. И радостно, что наша часть в это вложена. Наша частица души, труда, времени, сил здесь присутствует. На втором этаже храма, где в 1867 году освящен престол во имя нерукотворного образа Спаса, теперь красиво и чисто. Уже не осталось следов пожара и разрухи советской эпохи. Только надписи на кирпичной кладке и выбоины. Теперь уже летом батюшка планирует просушить здание, и тогда можно будет оштукатурить эти старинные стены.